Биография каждого пациента реабилитационного отделения наркологического диспансера заслуживает, если не отдельной книги, то брошюрки точно. Сломанные судьбы, извилистые пути, которые и привели человека в эти коридоры. Сейчас на приеме у психиатра Константин. Скрыли мы только лицо, имя оставить разрешили. Константин трижды попадал в наркологическое отделение, где все ограничивалось только лечением. В этом году ситуация изменилась. Сначала я лежал на четвертом этаже один суток. Потом состояние немножко улучшилось. Сюда предложили на реабилитационный центр перебраться. И вот здесь я уже с 29 апреля, вот уже скоро три месяца, выздоравливаю, стараюсь. Сейчас все нормально. Реабилитация – дело, что называется, добровольное. Люди приходят сюда сами, с желанием лечиться. Причем желание – слово ключевое. Приходят трезвые, со всеми необходимыми документами. Одними лишь таблетками лечения, кстати, не ограничено. В день два групповых занятия с психиатром. Это минимум. У нас в отделении профессиональная команда, которая включает в себя врачей-психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов, младший средний персонал медицинский, психологов, социальных работников, врачей-врач ЛФК, врач-физиотерапевт, консультант по ЛФК. То есть и вот эта вся куча людей непосредственно, каждый занимается своими обязанностями, задачами. Задача у большой команды местных профи звучит как «изменить поведенческие стереотипы», иначе говоря, «поменять мироощущения», чтобы когда человек стены диспансера покинул, ему не захотелось вернуться к прежней жизни. Реабилитационный потенциал каждого пациента мы оцениваем. Кто-то очень замотивированный, кто-то там, может быть, хорошие эффекты достигнет, там через стандартную трехмесячную реабилитацию, кому-то и подольше нужен, кому-то и просто поменьше. Кто-то уже в длительной трезвости находится, он просто хочет в какой-то период времени пережить кризисность, какой-то кризис какой-то жизни, и там может, например, месяц у нас находиться. То есть краткосрочная реабилитация. То есть подход индивидуальный абсолютно, но общая позиция, она есть. То есть стандартный срок реабилитационный – это около трех месяцев, девяносто сколько дней. На этот шаг пошли осознанно. В других реабилитационных центрах страны обычный срок содержания – 44 дня. Рязанские же врачи выяснили, что первые четыре недели человек только адаптируется к условиям. Поэтому здесь и лечат дольше. Но все на добровольной основе. Пациентов насильно никто не удерживает. Сейчас из 50 коек занято 32. После лечения уходят все. Правда, иногда возвращаются. Примерно треть. И задача персонала – цифры сводить к нулю. В том числе и на дневном стационаре. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».